Доброе утро, Татьяна и Михаил. Дарья, здравствуйте. Значит, сразу предупреждаю, у нас завис смс-портал. Видимо, одна публика. Вот именно на вашем приходе, потому что началась такая истерия, смс-истерия, и он завис. Да? Да. Как вы это поняли? Сейчас мы решаем эту проблему. Это неважно. Да, давайте будем действовать таким образом. Если смс не будут поступать, мы будем говорить по телефону иногда, но давайте начнем вообще-то, просто поговорим для начала. Во-первых, я думаю, от лица всех сидящих в этой студии мы поздравляем вас с этой победой, с этой наградой. Это огромное достижение, на мой взгляд, и не поздравить вас с ним, это было бы просто глупо и неприлично. Да, это очень даже нас радует, как обыватели, скажем так, как зрители. Я знаю, что к наградам любой нормальный человек относится всегда положительно, и я думаю, и вас она греет. Она тяжелая такая, увесистая. Везли ее в дамской сумочке. В какой? Ну, награда была с женой, да. Вот. Так что, нет, ну, понятное дело, что признание, особенно такого сообщества, как члены ассоциации иностранной прессы, аккредитованной в Голливуде, это там 90 человек со всего мира, люди, которые живут или как-то активно взаимодействуют с киноиндустрией в Голливуде, это, в общем, серьезные люди, их оценка такая высокая, в общем, конечно, это приятно, что тут говорить. Да и не будем мы говорить, это понятно, действительно, абсолютно. Слушайте, во-вторых, я спланировал такое начало, я посмотрел вчера, Левиафан, извините. Да вы что? Я посмотрел. Нет, у нас, кстати говоря, разгорелся спор такой, мы хотели вас к этому подключить, извините, Михаил, до того как-то еще. Мы вчера заспорили, сошлись, значит, честно ли, правильно ли смотреть ваш фильм до выхода его в прокат, потому что вот это с моей точки зрения, мы, кстати, так и разделились, Михаил посмотрел, я не посмотрела ваш фильм, простите, я уже дождусь, так сказать, ну, наверное. Вот, либо вы сейчас разрешите мои законопослушные сомнения и скажете, что смотри, Танька, можно. Это что вот, вот как вы это объясните? Как нам быть, нам законопослушным гражданам? Вы не посмотрели и говорите, простите, а Михаил вот тут еще до включения микрофона просил прощения за то, что посмотрел. Ну, в общем, примерно вот в таком состоянии мы и пребываем. Мне кажется, что ситуация, сложившаяся вокруг просмотра Левиафана в пиратском контенте, который объявлен везде, то есть, ну, все в открытую говорят, что они посмотрели. Тогда либо все поступили как минимум незаконно, либо все поступили ровно так, как требуется. Вот я сторонник того, что, мое мнение так, очень тонкая грань. Я бы очень бы хотел, чтобы, уж если вы не посмотрели, дотерпите, потому что все-таки на экране это совершенно другое впечатление. Если хотите, я вас приглашу на премьеру, и вы увидите это в лучшем зале в Москве. Это просто, я видел этот зал, увидел, увижу на днях просмотр, как сказать, репетиционный, что ли, ну, тестовый. Вот. И убежден, что это будет качество изумительное во всех смыслах и изображение, и звук. Вот. Ваш не смущает? Спасибо, да, я поняла. Можете поймать за язык. Но, с другой стороны, я понимаю, что фильм пошел. Реакция идет, и удержаться. Восемь месяцев назад вышел фильм в Каннах в мае месяце. Сразу появилось, по-моему, какая-то. Стоять, держаться, да, и ждать очень тяжело. И поэтому я очень хорошо понимаю всех тех, кто посмотрел, Михаил. Спасибо. Нет, а вот еще вопрос в купировании или не купировании там. А с купированием такая история. Значит, да, фильм на экране будет купирован, но мы со звукорежиссером Григорьевым, со звукорежиссером сведения. Димой. Привет, Дима. Если ты, значит, слушаешь нас. У радиопринзика, да. Да. Мы, наверное, дня два это делали. Ну, наверное, это точно было. Две смены. В общем, мы постарались максимально деликатно это, значит, удалить. То есть мы фактически в двух или, может быть, в трех местах будет слышно, что это большая дыра. Но в каких-то таких очень явных местах, там, где мэр, он сильно старается по этой части, вот. А во всех остальных местах практически уверен, зритель, который не видел оригинальную версию, даже не заметит этого. Плюс к этому. В скором времени будет DVD-релиз или Blu-ray. И там авторская версия. Это законодательством Российской Федерации позволено. Ну, а если я покупаю DVD или Blu-ray, это уже тоже официальный выпуск, это уже официальный релиз. Разумеется, когда вы купите, если вы купите DVD, то, и это будет официальный релиз, то это будет точно не пиратский. И хорошего качества, лучшего качества, уверен. И с ней нормативная лексика. Я прошу прощения. Прекрасно. В любом случае, заканчивая эту тему, я обещаю 300 рублей, которые были там анонсированы в интернете, я передам благотворительный фонд. Вам не буду, не буду обижать вас этой мелкой символой. Итак, и теперь перейдем... Сейчас тут все стыдятся на радиостанции, мне кажется, такси можно было уже неплохо... Оплатить, да. Да, слушайте, ну, давайте начнем говорить о фильме. И точнее, вы понимаете, в чем дело-то? Да, вся уникальность сложившейся ситуации состоит в том, что фильма-то практически никто не видел. Ну, в том смысле, что та масса откликов превышает, на мой взгляд, массу зрителей этого фильма. И, соответственно, это один момент уникальности. Второй уникальный момент, на мой взгляд, состоит в том, что реакция на этот фильм такая противоречивая. И четко разделившаяся между государственниками и так называемыми либералами, она обусловлена тем, одним фактом, вашим признанием на Западе. Вот как вы можете это прокомментировать? Что вы можете об этом сказать? Как вы будете жить теперь? Теперь с этим, да? В нашей стране. Ну, во-первых, хочу подтвердить, что действительно парадоксально сложилась ситуация. Буквально на днях мне Сергей Доренко, с которым мы не дружны, но просто, что называется, сбросил в СМС-ке такую удивительную информацию, что у него был только что прямой эфир, и он задал вопрос слушать радиослушателям с формулировкой «Я не видел фильма «Левиафан», но я считаю его антироссийским». Ответ «Да». Опрос был такой. Ответ «Да» последовал, значит, из 48... 48% позвонивших сказали «Да». Вот. То есть я бы, на самом деле, конечно, предложил бы этим людям все-таки дать себе труд, но если не прийти в кинотеатр и посмотреть собственными глазами фильм, чтобы, возможно, разочароваться в том, что ты поверил россказням каких-то, вот как вы говорите, государственников или еще каких-то людей, сил, да, и своим собственным зрением бы разглядел, правда это или нет, или поклеб. Единственный способ убедиться в том, что так это или нет. Ну, на худой конец я бы предложил скачайте там, я не знаю, с торрентов и посмотрите. Но своими собственными глазами не верьте соседу дяде Васе, который вам там что-то там напоет. Да, да, это правильно обсуждать. Отвечая на вторую часть вашего вопроса, по части наград, я не знаю, не думаю, что только дело в этом, что вот на Западе признают, потому что и на Востоке признают, и на Западе, и на Севере, тогда следует просто со всей очевидностью признать, что вокруг нас кругом, со всех сторон окружили враги, которые желают нам только дурного, и там, как говорится, потирают ручки, какие же мы, значит, немытая Россия, там и так далее, следом за Михаилом Юрьевичем Лермонтовым. Что в корне абсурдно, само по себе, это просто, ну, не может такого быть. Ну, не может быть, чтобы все были враги, согласитесь. Так что я, мне кажется, тут дело не только в этом, тут в чем-то еще. А в чем? Ну, вы знаете, ведь, ну, все равно краеугольным камнем имеется, ну, то есть обвинение, которое выдвигают вам, является обвинение вас в очернительстве государства, да? То есть именно государство, его устройство, которое вы показали очень ярко, на мой взгляд. Я более того хочу сказать, фильм мне очень понравился. Это правильная, очень хорошо, внятно рассказанная история о том, как живут простые люди, как живет простой человек, как окружает его вот это государство. И вы в одном из интервью, которое я вчера там пытался много прочитать, посмотреть, вы говорили и вспоминали Блаженного Августина и его определение государства, которое он дал там много-много лет тому назад. Полторы тысячи лет тому назад. Полторы тысячи лет тому назад. Да. И вот это, на мой взгляд, очень важное определение того, о чем вы сняли кино. Вот государство и банда, чем они отличаются друг от друга? Повторить эту мысль? Да. Для тех, кто не читал вместе с Михаилом Шатцем Блаженного Августина, я повторю, но вначале скажу про очернительство. Для меня высокая честь попасть в один список с такими именами, как Радищев, Чадаев, Солженицын, Шаламов, Достоевский, Гоголь прежде всего, потому что уж кого-кого, а Гоголя с его ревизором, с его этими свиными рылами, да, и с мертвыми душами, о которых именно ровным счетом то и говорили, что ни одного положительного персонажа мы не находим и так далее. Но с какой любовью они написаны? Мне же, значит, вменяется в вину, что я не люблю ни одного из героев фильма. Я вообще люблю ли я кого-нибудь? Вот один тоже известный персонаж в нашей российской истории, вот сегодняшний, это произносил где-то. Теперь по поводу Блаженного Августина. Да, он задается таким вопросом в трактате о Граде Божьем, что чем отличается государство от разбойничьих банд? Ведь, по сути, и то, и другое по своей структуре очень похоже. Ну, в масштабах только разнится, да. Также есть некий лидер, там, вожак, есть добыча, и которая по какому-то там решению, сговору, согласованному сговору делится эта добыча между участниками этой разбойничьей банды. Вот. И дальше он, по сути, это риторический вопрос, потому что он сразу на него и отвечает, что единственное, что отличает разбойничью банду, или шайку, как он говорит, от государства, это наличие во втором из них правосудия. Вот когда есть правосудие, когда оно работает, когда все участники этих соревнований абсолютно равны перед законом, вот тогда это и есть государство. Ну, это как утопия или как идеальная такая, что ли, фигура речи, которую он употребляет уже полторы тысячи лет тому назад, было человечеству известно уже, ну, или лучшим умам этого, значит, сообщества людей. Вот. Так что вот такая мысль, точнее, она абсолютно ясная, прозрачная. Ясная, конечно, да. И предельно точная. Абсолютно, да. Именно она помогает, в общем, я точно понять все расставленные вами акценты, по большому счету. Я очень не хочу говорить о конкретных персонажах, но вот о людях, ну, чтобы как-то не спойлерить этот фильм. Мне очень хочется, чтобы люди сами посмотрели, и вам этого тоже хочется. Ну, мне кажется, уже все знают сюжеты. Ну, просто не хочется, да, говорить о сюжете. Я нет. Да, вот Татьяна, например, не знает. Михаил вчера пытался мне что-то ночью выкрикивать, но я ему затыкала рот. Ну, давайте поговорим. Не смей. Давайте тогда поговорим. Татьяна, вы меня восхищаете, правда. Я кремень. Нет, она упертая, упертая. Ну, а вы земляки, вы от народа, в принципе, по большому счету. Давайте тогда поговорим просто о людях, которые создавали это кино. Я, например, среди... Во-первых, ну, начнем давайте с оператора. Вы же с ним работаете давно, с Кричманом, да? Я с Кричманом, Мишей, познакомился 15 лет назад, в 2000 году, когда впервые у меня появилась возможность, мне предложили снять кино. Но это были короткометражные новеллы для сериала «Черная комната». Вот. У меня было три. У меня было предложение снять три из них. Совершенно автономные, друг от друга никак друг с другом не связаны. И я решил, что каждую из них будет снимать какой-нибудь... То есть, что найду трех операторов, и это будет игра в какие-то визуальные, разный почерк там и так далее, и так далее. Вот. Я познакомился с Мишей благодаря одному моему приятелю армейскому. Вот. И на мое счастье, первая же новелла, на которую я решил для себя, что эту новеллу я буду делать с Мишей и Кричманом, а эту там с другими ребятами, мы сняли с Мишей первую. Это была новелла «Бусидо». Я понял, что я встретился с человеком, который... Ну, с которым хочу идти дальше. И вот, собственно, в 15 лет мы снимаем все мои игровые короткометражные или полнометражные фильмы, и мы работаем с ними. Теперь сценарист ваш... Ну, вы же тоже автор сценария. Да, автор сценария. Олег Негин, он писатель, литературный институт закончил, я не помню, в каком году, где-то в конце 90-х у Приставкина Олег Негин. Вот с ним я познакомился, когда после... Одним словом, я искал автора, с которым мог бы сделать вместе какую-то интересную вещь. Я наткнулся на его рассказ, придумал к этому рассказу продолжение, дерзнул, связался с ним, сели мы за столом, познакомились, протянули друг другу руки. Олег Андрей, я сказал, мне очень понравилась ваша история вот эта. А что, если в продолжение к ней будет вот такая? Он говорит, а давайте попробуем. Вот тут мы и сдружились. Это был 2000-й год. Мы только-только закончили три новеллы для Дмитрия Лесневского «Черная комната». И тут же Дима предложил запуститься с полным метром, и я нашел сценарий возвращения. И вот это та история, с которой никак не связано имя Олега, а уже следующая картина «Изгнание» и далее все остальные. Это мы в соавторстве. Елена тоже. Елена, Левиафан, «Изгнание». Ну, отчасти соавтор, потому что там Сараян, главный автор, на основе его, значит, литературного произведения мы сделали сценарий. Артем Мелкумян, Олег Негин и, в общем, я там присутствую тоже как соавтор. С Негином вы получили приз в Каннах за лучший сценарий. Да, в Канна. Было такое. И, ну, собственно, я просто хотел об этом еще раз напомнить слушателям, прежде всего. Теперь актерский ансамбль. Но я хотел еще сказать, что вот эта команда, например, Анна Бартулия, художник по костюмам, мы с ней познакомились на первой же картине полнометражной, на возвращении. Все четыре картины мы делаем с ней. Галя Пономарева, гример, художник-гример. Мы работаем с ней все четыре картины. То есть художник-постановщик Андрей Панкратов просто блистательный человек и художник-поэт просто, с которым мы с изгнанием работаем вместе. Это все те люди, с которыми я бы хотел пройти путь до конца. А вот про путь, про ваш тогда, Михаил, я переблю вашу подготовленную какую-то. Я вот не готовилась особо, но мне хочется по ходу спрашивать. Просто нам еще присылают много, конечно, смс на смс-портал, который неожиданно заработал и завалил просто у нас смс. Кстати, есть прекрасная, вам понравится, товарищ, друг, не будь профан, иди смотреть Левиафан, пишут наши слушатели. Да, вот здесь есть такой, Сергей спрашивает из Нижнего Новгорода. Вы считаете Левиафан своей самой цельной и совершенной работой? Потому что к нам приходил просто вот Наум Михайлович Клейман здесь недавно, поминал вас как молодым, когда вы бегали еще в музей кино, да, и говорил, что вот тогда уже ему приятно, что вот тогда вы уже думали о том, что снимите какой-нибудь свой фильм. Вот, он смотрел фильм, да, он сказал, что вот некоторые шероховатости на его мнении там есть. Как вы считаете, вот вы сейчас сказали, что в вашем длинном пути, с какой путь у вас еще, когда вы уже успокоитесь, вот. Шероховатости непременно присутствуют, и от них никуда не денешься. Но сейчас не о них, а вот о том, насколько длинный путь вам предстоит. Я надеюсь, что у меня есть еще как минимум, скажем так, у меня есть три готовых сценария, и есть еще замыслы, которые бродят, как бы, да, бродят, и скоро, я надеюсь, что в скором времени непременно они как-то сформируются и превратятся в текст. Три готовых сценария-то немного? Нет, но это длинный путь, слушайте, один написан был в 2004-м, другой, то есть уже 10 лет ему, другой чуть позже и так далее. А это такая выдержанная история, да? Выдержанная история, но выдержанная, помимо того, что она выдержанная, эти все три истории, на самом деле, очень высокобюджетные, там большие затраты. Вот это вот космическая баллада. Нет, не космическая баллада, там исторические ретроспективы, вот, и там, когда ты снимаешь исторический фильм, это всегда тянет за собой художественный цех, костюмы, декорации, это всегда огромная сумма. Но это ничего, что это лежит много лет, как бы? Лежит, лежит и... И будет лежать. И будет лежать. То есть может, конечно, как-то, наверное, протухнуть, но вот не эти истории, о которых мы думаем. Просто я не хочу пускать себя в это пространство, потому что если ты влюбляешься в этот материал, и уже там, что называется, с потрохами, то уже, если вдруг выяснится, что нет финансирования, или оно закончилось, или еще что-нибудь, то это будет травма. Такую травму очень будет тяжело пережить. Я, например, так... А у вас они были? Не смогу. Вот потому-то и не было. То есть я счастливым образом... Как-то складывается судьба так, что если мы входим в подготовительный период к фильму, то уже знаем определенно, что мы получим эталонную копию. Вот так. Ну, то есть мы знаем, что финансирование будет, что ничего не сорвется, и только что-то, я не знаю, разразится... Ну, вас не зря многие называют счастливчиком. Ну, так и есть. Это я, наверное, запустил. Я где-то сказал об этом. Это теория. Уже подтверждаю это везде, потому что, ну, действительно, я не знаю, что еще. Ну, что еще, за какие заслуги, просто везение. Держитесь. Держусь. Терпите. Итак, продолжаем. Огромное количество вопросов. Я, правда, мы не успеваем и свои-то задать, и ваши-то тем более. Куда вы-то еще-то со своими вопросами? Итак, давайте. Мы остановились на актерском ансамбле. Блестящей работой у всех. Он очень ровный получился. И Серебряков, который уже давно известен, понятно. И Мадянов прекрасен. И актриса Лядова, которая сыграла главную. Ну, вообще, там нет главных ролей. На мой взгляд, там пять минимум главных ролей. Вот на мой вкус. Я ошибаюсь. Ну, вот эта новая актриса, новое лицо для меня, которая вот сыграла жену мента. Ну, там, это можно говорить, чтобы люди... Это не испортит людям впечатление от фильма. Как ее фамилия? Кто она? Как вы ее нашли? Это Анна Уколова, актриса... Анна Уколова что-то знакомая? Анна Уколова. Анна Уколова, да, которая достаточно много снималась в так называемом авторском кино. Я ее видел и у Василия Сигарева, и у... В общем... Где она играла? У Василия Сигарева. Она играла в фильме «Жить». Ну... Например. Что-то, да-да-да. Ты назвал сейчас фамилию. Я театральная актриса, в общем, примерно того же поколения, да не примерно, а точно того же поколения, что и Лена Лядова. Ее большая подружка, кстати сказать. Вот. И совершенно фантастическая актриса. Это правда. Да-да, очень ровный ансамбль. Я еще подчеркну это. И правда. Давайте еще буквально два слова о продюсерах. Итак, Александр Роднянский. Александр Роднянский. А я даже не знаю, что можно о нем сказать. По-моему, о нем знает каждый. Да нет, нам точно мало, что о нем неизвестно. Ну да. В свое время поработали с ним, и, в общем, всегда вспоминаем это, да, с огромной радостью. Времена были прекрасные. На телевидении. Ну что, мы познакомились с ним в августе 2009 года, когда я искал финансирование для фильма «Елена». Вот. Мы только встретились, сели за столом, переговорили, познакомились друг с другом, что называется. И в конце этой беседы он сказал, чем вы сейчас занимаетесь. Я говорю, что ищу финансирование на проект. Довольно мало бюджетный, на мой взгляд. Ну, скромный в бюджете, как мне казалось тогда. Вот. И он попросил выслать ему текст сценария. Я ему отправил текст сценария этим же вечером и утром следующего дня. Рано утром, а он рано встает. Вот. Это я уже изучил в Америке. Я в этом убедился сейчас. Вот. Он позвонил, сказал, давайте немедленно запускаться. То есть решение для него было мгновенным. Вот с тех пор мы вместе пытаемся, что называется, двигаться совместно дальше. Вот. Мы закончили в 2011 году. Мы закончили работу над Еленой и стали искать следующий проект. Я уже говорил, что эти три сценария тоже у него на столе. Вот. Он размышляет о том, можем ли мы это делать сейчас или позже. Вот. И в скором времени пришли. Где-то через год после завершения работы над Еленой мы запустились с Левиафаном. Вот вы затронули вопрос финансирования. Вопрос финансирования вообще такое интимное, щекотливое. В данном случае оно, учитывая очернительский характер вашего кино, особенно антигосударственное, волнует, конечно, вопрос всех, а как же вы тогда берете деньги у Министерства культуры? Я, опять же, я сейчас сформулирую точнее. Да, тут многое, у нас были разные люди здесь, в том числе в этой студии. Этот вопрос такой, он очень краеугольный, да, вот эта позиция Министерства культуры, которая озвучивается постоянно Мединским, о том, что мы будем давать фильмы только на патриотические, правильные фильмы. Деньги на фильмы, да. Как вы к этому относитесь? Я повторю, я везде это подчеркиваю, что ситуация, сложившаяся с Левиафаном, я коротко скажу, как она сложилась, принятие решения о том, помогать в финансировании тому или иному проекту, принимает экспертный совет. А это 20 или 30 специалистов, занимающихся кино. То есть это авторы, режиссеры, продюсеры, люди, которые в контексте, которые могут дать экспертную оценку проекту. Вот пока они принимают это решение, можно радоваться за министерство. Как только чиновники начнут вслед за заявлениями о том, что они, пока они у власти, пока они здесь, они не позволят, вот это дремучие времена, я думаю, что нам надо бы как-то это превратить в шутку, что ли, я не знаю, было бы лучше всего, потому что, ну это нонсенс, да, это на самом деле и есть цензура, это нарушение конституционных прав граждан. Каждый гражданин имеет полное право на высказывание своей точки зрения. Это очевидно, это просто можно даже оспорить в суде. Я бы на месте Манского, может быть, это бы и сделал. Но Манского... По Манскому я как раз Манского имел в виду, как раз... Ну да, он же его выбрал просто козлом отпущения и взял и просто отказал его финансировать его потрясающий фестиваль и, может быть, единственный на московских просторах, да, единственный. Раз в год можно увидеть за год самые могучие фильмы, которые рассказывают о жизни людей, да, на его площадке. Поэтому, ну вот так. Вопрос по сценарию еще у меня есть. Вопрос вот какой. Сценарий, насколько я понимаю, история ведь взята еще какая-то американская в основу. Вот это я бы хотел как раз остановить вот эту волну вопросов и ответом таким. Дело в том, что это место самое больное. Я сожалею о том, что я вообще когда-то запустил в информационное поле вот это, вот эту, что называется, этот факт, потому что на самом деле, на самом деле, действительно, история, которая случилась в Америке, в штате Колорадо, вот с этим Марвином Джоном Хемейером, это тот повод, который заставил меня, что называется, откликнуться, отрезонировать на это событие, потому что история, которая рассказывается в фильме «Левиафан», не имеет никакого отношения к той истории, которая случилась в Америке. это как с яблоком Ньютона, на голову упало яблоко, а в результате, значит, получилось совершенно другое что-то, да? Это правда, да, то есть она вообще противоположная, более того, она такая русская, эта история. Это точно не пересказ, факт этого. Это то, что, да, ты вот узнаешь какую-то историю, потом думаешь, а как бы у нас, да, вот это все произошло, и понимаешь, что вот так и произошло. И в конце концов, это семя просто растворилось в земле и умерло, и вместо него появилась совершенно другая автор салон. Да, Андрей, а скажите, пожалуйста, понятно, что после каждой вашей работы выходит огромное количество статей, так называемых, не критически, не вот это вот, да, я левиафана не смотрела, но считаю, что это плохо, а статей именно аналитических. Вот здесь вот Андрей Звягинцев хотел сказать вот это. Вот это там символизирует вот то-то. И мне, во-первых, интересно узнать, с каким чувством вы читаете такие вещи, да, когда, грубо говоря, говорят за вас, что вы имели в виду, и вот за все время вашей работы. Была хотя бы одна подобная аналитическая статья, в которой вы сказали, вот это попали, вот это вот ровно то, что я действительно имел в виду, когда снимал ту или иную картину. Или вы их вообще читаете? Одна есть такая статья, статья о фильме «Изгнание», называется она «Препарат профессора Гиберна». Женя, Евгения Васильева. Вот. Вот это была статья, когда у меня было ощущение, что тот год работы за столом с Олегом Негиным, полное ощущение, что этот, значит, Женя сидел, да, как-то сидел сам третей и все это слушал, потому что это было поразительное проникновение в истоке, что ли, замысла. Но это сложная вещь, вот, сам фильм «Изгнание». В этом смысле, «Левиафан» предельно прост и ясен, открыт, прозрачен, как стекло. И то даже там нашли люди кучу каких-то непонятностей. Ну вот я стараюсь, честно говоря, я давно уже, после рецензии на возвращение я дал себе какое-то слово стараться воздерживаться от чтения подобной литературы, потому что она, она, ну, в общем, неважно. Понятно. Можно, как вы еще рассказали? Она просто не помогает, как бы. Мне она лично не нужна. Я бы хотел... Препарат профессора Гиберна. Да, вот здесь очень много придется... Ну вот как раз той литературы, которая приходит нам сюда, ее нужно почитать. Литературу. Да. Я пытаюсь как-то классифицировать их очень-очень много вопросов. Ну, например, чему научит ваш фильм? Какая в нем заложена идея? Я не смотрел. Следующий вопрос, пожалуйста. Вот мне интересно, как бы вы точно сформулировали коротко тот месседж, который вы хотели дать обществу. Я бы даже ушел бы от этого вопроса, потому что предложил бы просто человеку, который его не смотрел, посмотреть самому и сделать эти выводы и ответить себе на этот вопрос. А вот Андрей Петрович спрашивает вас, на Золотого Орла с Никой будете подавать фильм? Я вот в этом ничего не понимаю. Мы на Золотом Орле уже номинированы. Более того, завтра вечером будет церемония награждения Золотого Орла. А, уже вот так вот? Да, у нас 10 там номинаций и что будет, чем все закончится, никто не знает. А Ника? А Ника это весна, я думаю, март. Я уверен, что фильм будет там представлен, без сомнений. Верите ли вы в Бога? О, Господи. Извините, вот, ну, должен задать этот вопрос. Мне кажется, это правильный вопрос, особенно с учетом того, как вы показали там церковь, ну, например, нашу церковь и российскую православную. Это важно. Отвечайте, да или нет? Я светский человек, но отвечу так. Я думаю, а я имею право думать даже на эти вопросы, да, отвечать, что, и я уже, собственно, уже даже повторюсь, уже в несколько раз ответил на этот вопрос в разных источниках информации, что верить, мне кажется, нужно все-таки в Бога или Богу, а не в священников. Ну, вот такой мой ответ. Более того, я так понимаю, в общем-то, священники-то у вас там разные показаны. Ну, более того, священники сами прекрасно это сознают и сообщают об этом своей пастве, что я просто посредник между вами и учитель, водитель ваш, человек, который может подсказать в трудную минуту, что делать, и я должен быть с вами, и я должен помогать вам преодолевать трудности, которые сваливаются на вас, жизненные трудности и так далее, и так далее. То есть давать нравственную оценку. То есть, знаете, как я бы сказал так, времена иногда случаются такие, когда церковь должна стать ярым оком и обличать то, что происходит. Вот. А когда она соглашается со всем, ну, вот, мне кажется, это не совсем ее роль. Ее роль все-таки быть абсолютно независимой. Над ней только один. Только один. Больше никто. Вот и все. У них просто великое предназначение, да, перед обществом, перед людьми и так далее. Вот так. Слушайте, а вот у меня тоже еще вопрос такой. Вот сейчас вот для вас очень большая нагрузка, мне кажется, после фильма, да, еще даже до выхода фильма, что будет там после, наверное, еще что-то будет. Достаточно большая нагрузка вот в этих интервью, объяснениях, вот в этом всем. Это часть вашей работы, как вы к этому относитесь вообще, нравится оно вам, или вас это бесит, или вы к этому готовитесь, или вы для этого снимаете, собственно, фильмы. вас это затрудняет. Вот это мне нравится. А я именно для этого снимаю фильмы, чтобы потом выйти и поговорить. Весь в белом. Весь в белом поговорить, да. Но вы знаете, я завидую одному режиссеру, по-моему, пожалуй, что он один из самых известных, это Терренс Малек. Вот он снял фильм «Пустоши» лет, наверное, 35 тому назад. Снял и поработал с прессой. После этого он нигде не появляется вообще. Был недавно представлен его фильм, продюсером был Брэд Питт, картина в Каннах была показана «Древо жизни». По красной дорожке режиссер Терренс Малек не ходил. Его просто не было вообще. На пресс-конференции за его... Ну, вы ему завидуете. Я ему завидую, потому что он избрал идеальную позицию, потому что все, что сделано, сказано в фильме, это ровным счетом все то, что хотелось сказать. Интересно, а вот в этой ситуации если бы вы молчали и не ходили бы никуда, как вы думаете, как это было бы воспринято и как вы вообще себя бы в этом чувствовали? Вот сейчас вот. Если бы вы просто молчали. Я готовлю себя к тому, чтобы однажды взять и решиться на это. Просто отказаться от этого соблазна, что-то еще комментировать. Потому что, на самом деле, это огромный труд. Вот с мая месяца, 8 месяцев я занимаюсь только этим. Ну да, я этому и спрашиваю. Как вы спросили, готовлюсь я к этому? Я не готовлюсь, потому что, когда я готовлюсь, я, как правило, терплю фиаско. Я понял это еще 10 лет назад, когда после возвращения мне кто-то из журналистов позвонил и говорит, вот вам будут вопросы такие-то, 10 штук. Вы начали готовиться. Я начал готовиться. Это было самое худшее время, эти полтора часа в моей жизни. Это был ад просто. Нет, просто вот у меня такой вопрос немного. Вот сейчас, если бы вы в данной ситуации вот молчали бы, как вы думаете, как к этому отнеслись бы люди? Они бы сказали, а, типа, испугался, замолчал, ничего не комментирует. Но вы знаете, я, собственно, сейчас сопровожу... Почему я появляюсь в каком-то медийном пространстве? Потому что, в общем, это было запланировано как, как сказать, процедура продвижения картины. Часть промоушена. Часть промоушена, то есть, часть подготовки к прокату. Никто не знал, что случится, то, что случилось. И поэтому мне сейчас в рамках этого этого продвижения приходится отвечать на вот эти выпады, вопросы и комментарии. Я боюсь, что в ближайшие наверное несколько недель как минимум, а то и месяц. Когда Оскар? Оскар 22 февраля. А 5 февраля начинается прокат. 5 февраля начинается прокат. Я, наверное, буду прав, если от лица всех сидящих в студии, особенно от Андрея, призову всех идти в кинотеатр и смотреть это кино, чтобы самому составить свое мнение об этой работе. Я закончу смс-кой одной слушательницы. Я вот только подключился, а как фильм-то называется? Андрей, огромное вам спасибо за фильм и спасибо за то, что пришли к нам сегодня. Спасибо вам. Друзья, Андрей Звягинцев был в гостях у Серебряного Дождя. Мы прощаемся до завтра. Спасибо вам. Замечательно. По-моему, все хорошо. Ужасно. В 8 месяц, 2 смс. Ну, в общем, я не буду продолжать нашим народу. Ну, концовка супер, конечно. Это очень хорошо. Как? Еще есть те, которые не смотрят, скажут радиослушатели. А мы минасец, сфоткаемся.